К новому учебному году готовы школы и детсады 12 районов и городов Чувашии. В остальных исправляют замечания надзорных органов. В целом по республике 423 школы должны открыть двери 1 сентября. Цифры сегодня озвучили на еженедельном совещании в Доме правительства. Специалисты МВД, МЧС, Роспотребнадзора и ГИБДД проверяли образовательные учреждения с 22 июля по 15 августа. Большинство школ республики 98% капитально отремонтированы. Где-то еще ведутся работы, в том числе и по устранению замечаний от приемочной комиссии. Допустим, в Рома-Пасадской гимназии в прошлом году принято. В этом году пишет Госспортнадзор, что не обеспечен доступ пожарных машин по кругу. Из-за этого... Это вот новые, да? Да, вот гимназии. Новые реконструкции. Вот такие вещи. Вот таких как раз у нас 29 замечаний. Но есть, конечно, там из них 7 учреждений, где завершается реконструкция по федеральным средствам в спортзал. И я думаю, они на этой неделе завершают. Из-за этого только все. То есть все школы у нас в первом сентябре? Естественно, все школы. 1 сентября откроют двери. Праздник состоится у нас 2 сентября, День знаний. Все образовательные учреждения. К наступлению осени и, соответственно, отопительному сезону готовятся жилищно-коммунальные службы республики. Обеспечивать теплом жилые дома и учреждения Чувашия будет почти тысяча котельных. Из них в полной готовности более половины. Пять новых плочно-модульных котельных строят в Шумерле и Козловке. Еще одну планируют в этом году возвести в Канаше. Однако подрядчик определится только 23 августа. Не доработали, признаем это. То есть с администрацией Канаша сегодня проведена дополнительная работа в плане этого, что заблаговременно нужно такие вопросы решать, потому что затянули с разработкой проектно-сметной документации. Впредь, я думаю, что эти работы будут под более жестким контролем. Здесь у вас контракт 23-го будет заключен, то раньше декабря вы не сдадите. Будут проблемы уже. К отопительному сезону, Борис, ставим задачу. Подготовка к осенне-зимнему сезону должна быть завершена не позднее 15 ноября. Такой срок установлен Минэнерго России. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.